День Города 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 Музыкальное оформление спектакля, а артисты... Спецпремию жюри получила и сама Анна Конен, режиссер спектакля, много раз выходившая в этот вечер на сцену забирать статуэтки для участников своей команды. Спектакль уже знаменит в театральных кругах и популярен у зрителей. К тому же он будет претендовать на всероссийскую премию «Золотая маска». Немало наград отправилась и в команду спектакля «Иванов» в театр драмы. Дмитрий Акриш получил статуэтку за лучшую режиссуру. Исполнитель главной роли Валерий Рыжков – награду за лучшую мужскую роль. И если вы еще не видели шедевров, которые показывают на сцене театров в родном городе, поспешите. А зеркало сцены, в очередной раз отобразив волшебный мир театра, напоминает о том, что в сказке есть место во взрослой жизни. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В День народного единства концерт в МКЦ собрал практически весь цвет областной эстрады. Вокальные и танцевальные коллективы каждый показанный номер ассоциировали с историческими фактами, ставшими основой для появления праздника. Кроме того, в этот день свои праздники отметили православная и мусульманская конфессии. В День народного единства в Рязанском МКЦ буквально яблоку негде упасть. У входа зрителей и гостей Рязани развлекал духовой оркестр, а праздничный концерт внутри начался с песни «Россия вперед». Впрочем, в этот день люди объединялись не только по месту рождения, но и по религиозным убеждениям. 4 ноября, например, православные отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери. «Ее образ, ее значение и ее личность стали символом отстаивания человеческих, традиционных для нашего общества целей и ценностей. И в этот день отрадно, что теперь мы празднуем не просто память иконы Божьей Матери, мы празднуем День народного единства, потому что наши цели и наши ценности едины для всего народа, потому что основа этих целей и ценностей в нашей вере, и с этим соглашаются все представители всех народов и всех религий». Свой праздник в этот день отмечали и мусульмане. Во-первых, в этом году вековой юбилей принятия ислама народами в Волжской Булгарии. Торжества, кстати, поддержал президент Владимир Путин. А во-вторых, пятница – это тоже праздник. По словам имама Мухтасиба Рязанской области Рашида Бултачеева, вопрос единства людей разных вероисповеданий был актуален всегда. Родина объединяла. «Разные национальности, разные вероисповедания, когда есть в этом нужда, они, конечно же, сплачиваются вместе и вместе стоят перед вызовами, чтобы защищать и оберегать наши дома, наши семьи, нашу одну, единственную нашу страну. Сейчас встал вопрос о защите уже наших территорий, нашей Российской Федерации, где тоже и мусульмане, и немусульмане стоят бок о бок, защищают, во-первых, и себя, и защищают границы нашей страны и территории нашей страны. Более того, и здесь мусульмане Рязани тоже вносят свой посильный вклад, помогая нуждающимся, помогая тем, кто переселился с этих территорий к нам сюда, в Рязань. Вот недавно, буквально на днях, была отправка гуманитарного груза, и в том числе мы вложили туда Кураны для того, чтобы мусульмане там, на передовой, смогли в какие-то промежутки, когда нет боевых действий, почитать заповеди Всевышнего Аллаха». А еще в этот день был театрализованный парад национальных костюмов, как главный символ страны, объединившей сотни народностей и верой, и душой. Двенадцать ДТП, восемнадцать пострадавших и один погибший. Такова статистика аварий за прошедшие выходные. Однако самая резонансная авария произошла в сотне километров от Рязани. В пятницу в Тульской области произошло ДТП с участием автобуса «Рязань-Старый Оскол». На 255-м километре трассы «Дон» возле деревни Кузовка Богородицкого района туристический автобус перевернулся. В салоне находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и въехал в отбойник, после чего машина перевернулась. Но позже в региональной прокуратуре уточнили – автобус столкнулся с автопоездом. В госавтоинспекции рассказали, что в результате ДТП пострадали 19 человек, семеро из них находятся в больнице. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое. Глава Следственного комитета России Александр Пострыкин по факту ДТП поручил возбудить уголовное дело. В Рязани сотрудники полиции пресекли незаконную реализацию алкоголя. В рюмочную, в кафе на улице Гоголя они нагрянули по жалобе местных жителей. В этапитейные заведения на улице Гоголя сотрудники полиции наведались по жалобе местных жителей. И шумят, мол, не по делу, и водкой торгуют направо и налево. Искать оперативникам долго не пришлось. Ящики с так называемыми чекушками стояли на самом видном месте. Уже готовые к продаже. Все это будет изыматься, да? Да. Вот это будет изыматься. То есть признаки фальсифицированного алкоголя, да? Без аркцизки. Без аркцизки? Ну да. Таких вот бутылочек оперативники изъяли аж на 24 литра. Теперь, похоже, у кого-то похмелье будет жестким. А продавцы контрафакта ответят еще и деньгами. Сотрудниками полиции был выявлен факт реализации в данном питейном заведении алкогольной продукции без лицензии, а также без товарно-сопроводительных документов. На руководство данного заведения будут составлены административные протоколы по статье 14.17 Кодекса административных правонарушений. Это реализация алкогольной продукции без лицензии. А также по статье 14.16 Кодекса административных правонарушений. Это реализация алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов. Все упаковки с чекушками стражи порядка изъяли. Теперь это кафе на Гоголя получило особую репутацию. Инспектировать его полицейские теперь станут чаще. «Сны Алисы» – так называется специальный проект от клиники «Семейный» благотворительного фонда «Семейная в помощь». Это инклюзивная студия, где играют дети от 6 до 25 лет. И в субботу, 5 ноября, они выступили с дебютным спектаклем «Алиса в стране чудес». Кто такая? Твоя девочка! Алиса, позвали мне ваше величество! А это кто такие? Откуда мне знать? Это не мое дело! Перевернуйте! Перевернуйте! Ставьте! Открубите! Сегодня в театре «Переход» с гастролями из Москвы детско-инклюзивная театральная студия «Сны Алисы». У коллектива это представление премьерное. Для дебюта выбрали роман Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В каждом новом акте Алису играет новая героиня. Но есть важная особенность. Студия наша инклюзивная, и для нас понятие инклюзии очень широкое. То есть у нас и норматипичные дети, и дети с особенностями. То есть наша студия, она как модель общества, в которой мы показываем, что дети могут не только на сцене вместе существовать, но и в жизни. И модель эта работает прекрасно. Например, девочка Саша, которая играет Алису, первое время на сцене боялась и слово произнести. Однако над ней взял опеку ее товарищ Федя. Вот он играет Грифона. И теперь ребята громко и четко играют своих героев. Это очень большой толчок позитивного развития, я имею в виду. Потому что дети учатся взаимодействовать друг с другом. Они учатся общаться со взрослыми, потому что взрослые им дают какие-то рекомендации. Ну, например, там, прочитай, расскажи. Тут нужно посмеяться, тут нужно пообщаться, да. Дети учат модели поведения. Несмотря на то, что это спектакль, они потом эту модель перенимают и используют ее, когда уходят в обычную жизнь, да, вне рамках театра. Премьера спектакля «Алиса в стране чудес» стала возможна благодаря клинике «Семейная». Это один из ее благотворительных проектов. Одна из ключевых наших программ – это детско-инклюзивная студия «Сны Алисы». Мы занимаемся социальной адаптацией детей с особенностями развития. Сначала поставили планку, что вроде дети от пяти лет. Сейчас эта планка достаточно так плавающая, плюс-минус пять лет. Убрали верхнюю границу, потому что у нас есть филиал в городе Долгопрудный в Московской области, там есть молодые и взрослые. Ну, собственно, вот, занимаемся популяризацией инклюзивной культуры. От спектакля зрители остались в восторге. Впереди выступление еще на двух площадках, чтобы показать эту миниатюрную модель нового прекрасного мира, в котором дети могут прекрасно сосуществовать. Ведь, как было сказано в самом спектакле, На сегодня третье и самое главное, что вы обо всем этом подумаете вы! Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова